Приветствую вас на канале Алкавита. Мы находимся на даче в городе Алматы. Алматы издавна считается одним из самых красивых и зеленых городов мира. Очень много садов, очень вкусные свежие яблоки, очень много сортов. Сегодня мы будем делать очень вкусный дистиллят из яблочного сока. Яблоки у меня летние, слегка рыхлые и немножечко зеленые. Поэтому предполагаю, что сок будет немножечко кисловат. Встречаются вот такие яблоки. Собираем только с пола, с деревьев не снимаем. С деревьев мы яблоки сушим и идут на закрутки детям на компоты. Только падалицы. Видите, есть и очень спелые яблоки. Также есть откровенно еще зеленые. То есть сахара у них будет немного. Я предполагаю, где-то, ну максимум может быть, плотность будет 10 процентов. Сок выгоняем на чудо-машине, который называется салют. В общем, она довольно таки неплохо работает. Тот жмых, который остается на сетке, он почти сухой. Тот жмых, который остается вот под куполом, он, вот он, видите, влажненький чуть-чуть. А вот это вот сетки. Очень сухой. Жмых можете выкинуть. Я же из него сделаю потом. Ну, я называю ее яблочной чачей. То есть я вот называю чачей и самогон из любого жмыха. Это лично мое название. Скорость соковыжималки заявлено 60 литров в час. Если яблоки все подготовленные, я их не режу, не чищу, ничего. То, в принципе, она их выдает. Здесь у меня 19-литровые бутылки и, наверное, в каждый литров по 16 уже сока я нагнал. Ну, давайте замерим сахаристость и кислотность. Получилось где-то в районе 10 процентов. Итак, плотность сока 10 процентов, как я и предполагал. Что же у нас по кислотности? Смотрите, замерил я тесты, провел тест. Ну, скажу так, вам видно, нет где-то в районе 3, наверное. Ну, и не единичка, и не четверка, и не двойка. Ну, наверное, где-то 3. Кислотность браги должна быть от 3 см до 4 и 2. То есть я скажу, что где-то до 3, наверное. То есть брага считается кислой. Мы ее не будем содой доводить. Хотя где-то вот можно было на такую баклажку добавить по столовой ложке сода, но я не буду делать. Я буду использовать дрожжи, которые работают, во-первых, в экстремальных ситуациях, во-вторых, это чисто виноградные дрожжи, чисто виноградный штамм такой. Вот они, эти дрожжи. Дрожжи СБ. Это чисто, скажем так, винный штамм дрожжей. В этом я их не использовал. Единственный минус, они работают при температуре 18-25 в этом диапазоне. Грубо говоря, я бы назвал бы гаражные дрожжи. Такое, что у меня здесь вот летом на даче днем до 42 поднимается температура, поэтому эти дрожжи не подойдут. Сейчас уже температура вот ночью опускается до 15, днем 23-25, выше не поднимается. Вот само то. Пачка рассчитана на 100 грамм на 200 литров браги. Высчитываем вот пропорции, там, как я уже говорил, 16 литров. Высчитываем, засыпаем. Также буду использовать соль макроферм, питательная соль. Питательную соль используем 1 к 2 дрожжа. То есть на 100 грамм дрожжей 50 грамм соли. То же самое. Высчитываем вот пропорции и засыпаем. Принял я решение внести по 10 грамм дрожжей и по 5 грамм питательной соли макроферм. Спустя час перчатки высунулись из бутылок. Я их все заправлял. Брожение началось, но раз брага у нас сильно кислая, я думаю, что брожение будет очень долгим. Поэтому прокалываем только один палец. Яблочный сок спустя неделю бродит отлично. Пошла пена. Перчатки я укоротил чуть-чуть, потому что вон даже видно, докуда пена дошла внутри перчатки. Все замечательно. Ждем пока полностью выбродит. Три бутылки, которые стояли в гараже, они выбродили быстрее. Три, которые остались на улице, они дображивают. Чувствую еще день-два. Крепость здесь минимальная, в районе 6 процентов. Очень вероятность высокое заражение, поэтому нужно максимально быстро перегнать. Начинаем перегонку яблочного сока. В общем, литров где-то, наверное, 15-16 получилось. Маленький дрожжевой осадок был. И муть тоже всю слил. Ну, на запах вообще отчетливый яблочный сок. Раз у меня спиртозность очень маленькая, браги в районе 5-6 процентов, будем перегонять с маленьким укреплением. Будем использовать дефлегматор и минимальный напор на дефлегматор подаем, чтобы немножко спирт-сирец укрепился. Иначе он где-то будет в районе 15-16 процентов. Хоть и сока совсем чуть-чуть, почти 15-16 литров, половина куба, но посмотрите, как сильно пенится. Делаем газ поменьше и контролируем брызду у нас. Выгнал я две баклажки. Получилось у меня ровно 4 литра. Крепость 30 процентов. И минимальные расчеты. Сахар я первоначально в соке замерил было 10 процентов. Крепость приблизительно, браги отбродившей. Получилось примерно 6 процентов. Это никак не замерить. Это чистая математика. 0,6 дает. Объем браги был 30 литров, опять же, примерно. И абсолютный спирт по этим расчетам 1800 миллилитров. Но абсолютный спирт спирта-сирца 1200 миллилитров. Либо вот здесь было гораздо меньше значение. Не все сахара сбродили. Либо объем может быть немножечко. В общем, нормально. От сока чистый как бы перегнал. Сидор получился. Это очень хорошо. Закончил перегонять сок с минимальным укреплением через дефлегматор. В общем, 6 моих где-то в каждые 15-16 литров баклашек. Получилось ровно 12 литров спирта-сирца. Крепость 30 процентов. И вот такие вот расчеты. То есть примерно должно было получиться 5400. В итоге получилось 3600. Начинаем дробить спирт-сирец из яблочного сока. 100 процентов. У нас здесь 12 литров. И вот такие расчеты. Объем 12 литров. Абсолютный спирт 3600 получается. Голов будем собирать 300-400 миллилитров. Тело будем собирать 2,5-2,8 литра. Для пущего аромата сооружаем чайный пакетик из яблочных кожурок. Именно из яблочной кожуры. Если мы накрошим сюда кусочки яблоки, то самогон будет пахнуть ржавым яблоком. Вот когда вы яблоко откусываете, оно чуть-чуть полежит, немножечко ржавеет и получается у яблока такой вот вкус такого яблока. Если мы положим очень много яблочного, скажем так, тела, внутренности, то именно будет такой запах самогона. Все запахи в яблоке сосредоточены именно на кожуре. Поэтому в яблочном самогоне используем только кожуру. Здесь где-то кожура примерно 10 яблок. Просто завязываем таким образом пакетик и над горловиной куба его подвешиваем. Я думаю еще наверное литров 5 воды добавлю, чтобы развести немножечко. Вот так выглядит пакетик. Систему собрал, все проверил на герметичность, все отлично. Подключил опять последовательно и в царге у меня, царга у меня 70 сантиметров, я в ней оставил 4 пыжика, 2 медные, 2 стольных. 400 миллилитров голов отобрал, немножко с запасом. Теперь меняем тару и отбираем тело. Голову идут в бутылку с надписью ЕТ. Короче опять такая фигня. Скачет температура, все чего угодно. То ручейком бежит тело, то каплями. Второй раз такая фигня. И что бы вы думали, причина в чем? Если мы вытаскиваем пыжики, то мы их вытаскиваем только с нижней части царги. В верхняя часть царги не должно быть вот этого кармана. Если есть этот карман, надо просто полчасика подождать. Этот карман заполняется и все. И идет тогда нормально. А лучше всего убирать пыжики снизу царги, чтобы верхняя часть была забита РПНом. Поменял туда-сюда два раза. Убрал сверху два пыжика, поставил вниз. Еще больше колонов дестабилизировалось. Спустя какое-то время нормально вот пошло. В общем снизу теперь убрал все три пыжика и переставил их наверх. И, о чудо, колонна заработала в штатном режиме при штатных температурах. Закончил я перегонку спирта сердца из яблочного сока. Получилось 2,5 литра. Минимум собрал. 2 500, 2 800 должен был взять. Итак, сердце 2 литра мы отставляем в сторону. Вот эти 500 миллилитров в конечный продукт. Это не хвосты, не предхвости, ничего. Как только появился вот такой вот душок, я вот так называю, как бы хвостовая вонючка, хвостовая вот гадость, как только я вот почувствовал его, я тут же вот прекращаю этот гор. Хвосты я не собираю, я их сливаю, мне они не нужны. В общем мы теперь это разбавляем до литра, охлаждаем и на уголь. Дистилляты получены и на соки и на жмыхи. Как дальше мы поступаем? То, что у меня сейчас на угле стоит вот эти два конечных тела, я их на днях профильтрую и решу, что с ними делать. Либо они пойдут в общее тело, либо пойдут в дальнейшую дистилляцию какую-нибудь, не знаю, не решил пока. Основное тело мы разведем миллилитров по 100 от силы и через неделю попробуем, что же у нас получилось. И далее я приму решение, что пойдет на щепу, что пойдет на дальнейшие эксперименты, а что мы будем пить беленьким. Встретимся через неделю на общей яблочной дегустации.